Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua. Сегодня буду рассматривать вот такой вот смартфон, называется это модель Cubot S208. Предоставил этот смартфон нам интернет-магазин eTorbo Kiev.ua. Можно приобретать эту модель у них, можно приобретать этот смартфон у нас. Что цена в долларах в наличии в Украине приблизительно в 150 единиц, на наши это где-то 1800 гривен. Хороший экран, средние камеры, хорошая производительность, справляется с любыми современными играми. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке Cubot S208. В коробке в комплекте особо такого ничего нет. Есть стандартная, это вот такая вот зарядка, USB кабель к этой зарядке и гарнитура, которая находится внутри. Гарнитура вакуумная, очень среднего такого качества. Я включил и сразу же выключил, потому что неинтересно мне слушать такое звучание. Что касается смартфона, он 5-дюймовый. Спереди у нас вот эту вот пленку подниму. Он имеет такой минималистичный дизайн, довольно тоненький, нет особых у него каких-то излишеств на корпусе, нет каких-то особенностей таких вопиющих. Спереди у нас 5-мегапиксельная камера без автофокуса, есть датчик приближения, датчик освещения, динамик, кнопки сенсорные, которые светятся, это меню домой-назад. С этой грани кнопка включения-выключения, сверху разъем под наушники, с этой грани качелька громкости вверх-вниз, снизу микрофон вот здесь вот находится и microUSB 2.0 разъем. Задняя крышка выполнена из пластика, основная камера на 8 мегапикселей, есть вспышка, но вспышка очень средняя. На крышке остаются отпечатки пальцев, крышка не царапается. Под крышкой есть аккумулятор на 2000 мАч, 2000 мАч, есть слот стандартный большой под симку, есть microSIM и есть слот под SD карточку. По корпусу нареканий у меня никаких нет, смартфон собран хорошо, крышка закрывается плотно, нигде ничего не люфтит, не трещит. Динамик довольно-таки громкий, на перегиб смартфон реагирует отлично, никаких артефактов на экране и никаких скрипов на корпусе. Что касается технических характеристик, давайте смотреть их через программку Antutu. Набирает этот смартфон приблизительно 18-17 тысяч баллов, стандартный показатель для МТК 6582. Здесь 422 Android, Mali 400 графический процессор 960 на 540, разрешение экрана, камера 8 мегапикселей, фронтальная камера на 5. Своей памяти однозначно плюс для такого бюджетного смартфона это 16 гигабайт, гиг оперативки, 4 ядра по 1,3 ГГц максимум, частота работы. Количество точек касания к экрану, то есть мультитач, здесь пятиточечный, этого вполне достаточно. Из функций, из датчиков, есть хорошо работающий GPS, есть Wi-Fi, Bluetooth, компас, есть акселерометр, гироскопа нет, есть вспышка очень средненькая, датчик освещения, датчик приближения, NFC и того подобного нету и работает отлично OTG разъем, то есть можно подключать мышку, клавиатуру, флешку, то есть довольно таки удобно. Касательно прошивки, прошивка здесь 422 Android, она выполнена таким образом, что все иконки, все ярлыки у нас располагаются на рабочих столах, внутреннего меню, стандартного для меня, такого здесь нет. Информация о телефоне, версия прошивки, вот показываю вам, прошивка работает стабильно, у меня нареканий по этой прошивке нет. Все на русском языке, все стандартно, стандартные настройки Wi-Fi, Bluetooth, экрана, памяти, батарейки, язык, местоположение, то есть ничего особенного здесь такого нету. Касательно экрана, экран здесь 5-дюймовый, 960 на 540 точек, яркость экрана довольно таки хорошая, минимальная яркость, не слишком минимально, но, допустим, в темном помещении можно будет почитать и книгу, и в игру поиграть так, что не будет давить это на глаза. Максимальная яркость достаточная и для работы со смартфоном на солнце. Углы обзора, в принципе, довольно таки хорошие, здесь матрица IPS, то есть за такую сумму денег я считаю, что экран достойный, действительно. Единственное, что давайте посмотрим, как он реагирует на темное изображение, потому что, ну, в основном бюджетники на темных картинках, ну, да, вот как бы несущественно, но темная картинка по диагонали становится такой сероватой, но цветопередача, в принципе, остается на том же уровне. Экран по экрану я доволен, действительно скажу вам, что вот это вот разрешение 960 на 540, оно не составляет никакого дискомфорта, все видно четко, никакой пиксельной сетки здесь нет подавно, поэтому говорить об этом просто бессмысленно. По поводу динамиков. Внешний динамик очень громкий, хороший, сейчас вам это продемонстрирую, запущу первое попавшееся видео. Возможно, на самой максимальной громкости немножко искажается звук, в плане того, что немножко начинает хрипеть динамик, ну, вот на уровне 2 ниже, все, в принципе, отлично. Касательно динамика разговорного и микрофона, тоже нареканий у меня нет, слышно четко, громко, что-либо улучшать, даже в инженерном меню не вижу смысла. И касательно наушников, это меня расстроило, звук очень такого среднего качества, он, в принципе, громкий, но, опять же, прослеживается на максимальных громкостях, что немножко подхрипывает в наушниках звучание уже, и не хватает лично для меня басов, то есть я люблю музыку слушать с мощным звуком, с басами. Касательно производительности, MTK6582, 960 на 540 разрешение экрана, это всем нам известная связка для хорошей работы, для хорошей производительности, такая же связка, например, у Lenovo A850. Просто продемонстрирую вам несколько игрушек, которые я запускал на этой модели. Продолжение следует... В плане игр меня полностью удовлетворила эта модель, даже в самые крутые 3D-игры можно будет играть без глюков, без подтормаживаний. Касательно работы GPS, я, как всегда, тестирую, проверяю в условиях домашних, то есть я не выхожу на улицу для этого. Ловит эта модель у меня 3 спутника, в принципе, обозначает точку на карте, ловит довольно-таки быстро, первый холодный старт был 43 секунды. Я думаю, что когда выйду на улицу, если бы с этим смартфоном вышел на улицу, то все было бы отлично, и намного больше спутников он бы словил. Аккумулятор здесь на 2000 мАч, тестировал, показываю результаты, 518 баллов в Antutu тестере, 2 часа 26 минут, это время без перерыва игры, и около 3 часов, это видео из YouTube с максимальной яркостью и с включенным Wi-Fi. Хочу также сказать, что когда смартфон разряжается приблизительно до 5%, то это уже можно считать его нулем, и он просто выключается в течение 10-15 секунд. Вот такой вот получился смартфон, напоминаю, модель называется Cubot S208. Что мне понравилось в этой модели? Понравилось то, что он недорогой, 150 долларов, понравился вот этот вот экран с QHD разрешением, то есть никаких тут пиксельных точек нет, углы обзора хорошие, мне понравилось. Понравилась производительность, то, что у бюджетника 16 гиг встроенной памяти тоже однозначно плюс. Камера мне здесь не понравилась, она заявлена на 8 мегапикселей основная, на 5 мегапикселей фронтальная, есть рабочий автофокус, есть рабочая вспышка, но все очень слабенького уровня. Вспышка, я делал фотографии, те, кто видел мои предыдущие обзоры, я делал вот с этого же места фотографии, вы видите, что здесь в темном помещении, он даже не подсветил, чтобы там можно было прочитать какие-то надписи. Касательно макросъемки, да, вроде бы фокусирует, но какое-то получается все такое размытое. Я покажу вам эти фотографии, которые у меня получились, вот если сдалека фотографировать, то что-то более-менее получается. Выложу эти фотки, выложу все вот это вот, в принципе текст можно фоткать более-менее нормально, и выложу видео, но видео записывают в формате Full HD, но мне тоже не особо этот момент понравился, как оно снимает. А так этот смартфон подойдет любителям поиграть в современные игры, здесь стоит нормальный аккумулятор на 2000 мАч, который будет держать 3-4 часа в игре с разными уровнями яркости. Две сим-карты, слот под SD, очень стильный, такой тоненький, аккуратный, нет каких-то особых таких излишеств, хороший, качественный пластик. И напоследок скажу, что я задался целью, скептически отношусь к таким моделям, как Куба, такого производителя и любого другого мне незнакомого, более-менее производителя. Я, например, не нашел на эту модель за 5 минут поиска дисплей или тачскрин, чтобы заменить в случае падения. Это плохо, это однозначно плохо, то есть есть шанс приобрести одноразовый смартфон. На этом все, спасибо за внимание, ждем новых обзоров. Кому нравится, подписываемся, лайкаем, кому не нравится, высказываем свое мнение в комментариях. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok